По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый-пятый житель Земли страдает тем или иным психическим расстройством, а каждый второй имеет шанс заболеть. Большинство из них, 52%, это лица с пограничными психическими расстройствами. Самое распространенное психическое заболевание современности – это депрессия. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году депрессия будет занимать первое место среди заболеваний по длительности нетрудоспособности в году. В настоящее время депрессией страдают 26% женщин и 12% мужчин. Дело в том, что минимальные тревожные или депрессивные расстройства, вот она тоже болезнь века, их стало очень много. И они не проявляются как такое явное психическое заболевание. Не хватает того, чем бы точно мы могли сказать, что это к психиатру. И эти больные, больные пациенты с расстройством, с тревожным или депрессивным, они идут в общесоматическую сеть. И есть данные, что до 60-70 первично обращающихся в соматическую сеть – это люди, которые нуждаются прежде всего в помощи либо психиатра, либо психотерапевта. Не менее важной проблемой являются суициды, которые в ряде случаев связаны с депрессией. Более 800 тысяч человек ежегодно погибают в результате самоубийства, которое является второй по значимости причиной смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет. Есть данные о том, что на каждого взрослого человека, погибшего в результате самоубийства, приходится более 20 человек, совершивших попытки суицида. Психические расстройства и употребление алкоголя причастны ко многим самоубийствам в мире. По оценкам ВОЗ, примерно у 20% детей и подростков в мире имеются психические расстройства или проблемы. Мы все знаем про здоровый образ жизни. ЗОЖ, да, то есть, ну, все к нему по-разному относятся, да, я к нему отношусь хорошо. Если ничего, палку не переебать, то вот как бы получается, что ЗОЖ – это вроде бы как, это надо не пить, это надо не курить, это надо заниматься спортом, вести активный образ жизни, да, но мы здесь ничего не слышим про психогиену. Про психогиену. То, что надо как бы нашу психику, ее надо тоже как бы обихоживать. То есть, вовремя ложиться спать, иметь определенный режим дня, каким-то образом уметь иметь вот эту стрессоустойчивость не на бумаге, а именно в жизни, каким-то образом уметь и отреагировать эти стрессы безопасным образом для себя. Росту заболеваемости способствуют информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы в стране, а предвестниками психических болезней являются стрессы. Современная жизнь сама по себе располагает к стрессам. Изменения в жизни политической, экономической, неурядицей на работе, да и просто поездка в общественном транспорте приводит к тому, что человек со своими стрессами начинает смиряться, а так и до депрессии недалеко. Стрессы стали составляющей частью жизни современного человека. Люди борются с ними, не задумываясь о том, что нужно не бороться, а не допускать их. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».